Приветствую вас! Еще раз хочу передать привет вам от пастора. Я утром с ним общался, с пастором Андреем. Он сказал, что вас любит, благословляет, передает огромный привет. Аминь! Пусть Бог благословит вас. Уже на следующей неделе мы увидимся с пастором и для более эффективной уже, продуктивной дальше нашей жизни с Господом. Аминь! И сегодня выпала мне такая честь, на самом деле привилегия, большое благословение, служить Словом. Это, знаете, это большой подарок от Бога. Я вот, я это очень ценю и благодарю Господа, когда Он дает нам какую-то возможность послужить. Поэтому каждый из нас, знаете, когда у нас есть какая-то возможность послужить, это большая честь и привилегия от Бога. И Бог хочет тебя благословить через это. Аминь! Бог хочет в жизни твоей что-то сделать. Бог хочет твою жизнь поднять и благословить. Аминь! Поэтому порой бывает в жизни, знаете, когда мы как-то чуть-чуть огорчаемся, что-то в жизни нашей происходит не так, и мы как-то, знаете, остываем. Происходит какое-то... Мы вроде в церковь ходим, вроде все что-то делаем, но как-то без того огня, без той любви, без того энтузиазма, который был когда-то. Да, вспоминаете, какой-то энтузиазм был, какое-то... Вот такое было внутри желание огромное. И я верю, что эти желания, они никуда не деваются, они есть. Знаете, как семья. Вот как в семье. Есть муж, жена, да, и бывает, время проходит, и у нас что-то в отношениях вот чуть-чуть бывает, да, так... Мы где-то там стареем что-то. Но я верю, что эти отношения, они развиваются, они лучше становятся и качественнее, если мы будем туда прилагать старания. Аминь. Вы со мной? И сегодня тема моей проповеди называется очень хорошая. Я думаю, самое важное сегодня дело, которое мы должны поднять и развивать это в жизни своей, еще больше усилить, это благодарность Богу. Я назвал ее благодарность Богу. Знаете, если в сердце у христианина есть благодарность Богу, если в сердце у него есть, знаете, вот такой вот человек вспоминает, что Бог для него сделал. И это не знаете, как вот когда-то там, и бывает, что мы забываем о том, что Бог для нас сделал. Но мы всегда вспоминаем, мы всегда чтим. А самое важное, что хотел бы сегодня обратить внимание, когда мы чтим Его Слово. Это самое важное в жизни. Потому что все в жизни может пойти не так. Бывает такое, может пойти, да. Мы не ожидали сегодня события, которые сегодня происходят в нашей стране. И оно пошло не по плану. Вот пошло не так. Мы вот у многих, да, шок, стресс, какое-то обстоятельство. Каждый вот прожил это. Но, знаете, но есть выход. Есть всегда стабильность. Есть всегда стабильность в Боге и в Его великих и драгоценных обетованиях. Есть всегда. И когда мы свой взгляд обращаем туда, когда мы смотрим туда, когда мы, вот знаете, обращаем туда свое сердце, у нас что-то в жизни начинает стабилизироваться и восстанавливаться. Аминь. Понимаете? Поэтому это очень важно. И человек, который имеет благодарность Богу, да, он возрастает в благодати. Аминь. Человек, который имеет благодарность Богу, он будет возрастать в Божьей благодати. Он будет расти, он будет развиваться, несмотря на то, какие события в жизни твоей могут происходить. Когда апостола, помните, посадили в тюрьму. И они проповедовали Евангелие за доброе дело. Но они имели в сердце, что благодарность Богу. Они были в таких обстоятельствах, и они понимали, что вот все, плохо сейчас, да, вот, ну, плохо. Но они вернулись туда, они вернулись к Богу, говорят, брат, ободрись, давай в этих цепях, да, они говорят, давай будем славить Господа, давай мы вспомним, что Бог для нас сделал. И они начали петь, они начали прославлять Бога, они начали ликовать. Знаете, для людей, которые их посадили в эту тюрьму, это было вообще шок. И Библия говорит, что, что произошло, что основание темницы поколебали, что-то начало меняться, произошло землетрясение. Так и в жизни нашей. Дьявол, он хочет повесить какие-то узы на жизнь человека. Но человек, который любит Бога, который любит прославлять Его, который благодарный Богу, знаете, который ценит, он всегда, Бог выведет Его и даст Ему Божью победу. Аминь. Давайте начнем. Сегодня очень много мест Писания написал, но не знаю, как получится, их все прочитать или нет. Но, слава Богу, сколько у меня времени ограничено, по-моему, у меня время здесь есть. Я думаю, что мы справимся. Аминь. Давайте мы помолимся вначале, чтобы Святой Дух, Он помог, Он воскресил, Он оживил еще больше то, что внутри у нас есть. Мы церковь, которая Божья, которая любит прославлять Бога, знает, что мы все любим Бога. Но бывают разные, знаете, обстоятельства в жизни. И что-то бывает, что не так. Знаете, когда мы приходим вот в Дом Божий даже, да, сегодня Юлия Васильевна зачитала это местописание, которое мне тоже записано. Входите во дворы Его с благодарностью. Вау! Я смотрел сегодня на группу прославления, думаю, какую они несут ответственность, какое они благословение для нас. Мы порой не понимаем, знаете, что стоять здесь, хвалить Бога, надо готовить свое сердце, потому что ты не выйдешь сюда просто так, знаешь, вот выйти там, вот просто так. Нет, ты сюда не выйдешь просто так. Ты должен готовить свое сердце, готовить отношения с Богом. Поэтому нужно ценить те люди, которые приносят нам присутствие Божье, чтобы мы так же, тоже мы полюбили и стали благодарить Бога не за то, что у нас есть, а за то, что сделал Иисус для нас. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот день, спасибо за эту честь, привилегию. Дух Святой, благослови сегодняшнее это слово, благослови наше общение, и пусть Твоя воля, Господь, да пребудет во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Благодарность Господу. И первое из мест Писаний, это я хочу зачитать, 12 глава, Евреям, 28 стих. Если можно, мы зачитаем здесь, а потом я хочу зачитать в современном переводе еще. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Там написано с благодарностью и страхом. Давайте прочитаем в современном переводе. У меня написано. Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблемо, будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Богу. так, как Ему приятно в почтении и страхе, потому что наш Бог это огонь, это пожирающий огонь. Как апостол Павел говорит, чтобы здесь написано, смотрите, чтобы мы будем хранить благодать, а там написано, что мы будем с благодарностью благодарить. Благодарить Бога за благость. Благодарить. Мы поем, говорим, Бог, Ты благ. Ты благ в моей жизни. Ты благ. Я так уверовал. Вот правда. Я когда размышлял, я так уверовал. Я уверовал в благость Божию. Я уверовал в Его обетование. Я уверовал в Его Слово. Уверовал в Его благодать. Открыл свое сердце для Его Слова. И оно начало наполнять мое сердце. И я стал другим человеком. Аллилуйя. И знаете, и казалось бы в жизни, что ничего вроде бы не происходит, но твое сердце наполнено благодарностью, потому что ты рад Его великому и драгоценному Слову. Ты рад Евангелию, что ты услышал, что Иисус тебя любит, что Иисус спас тебя. И смотрите, апостол Павел говорит, что человек, который имеет благодарность, он будет хранить благодать. Человека, которого нет благодарности Богу, он будет терять благодать. Человека, который есть благодарность Богу, он будет укрепляться в Божьей благодати. Человека, у которого нет благодарности, теряет благодарность. Знаете, как бывает в жизни, что-то не так пошло, что-то изменилось, трудности какие-то. И мы, знаете, по привычке, мы приходим все в церковь, мы служим, мы что-то делаем, мы вот приходим, даже, может, и петь, и петь можем. Все, что есть, Бог нам дал, но мы не имеем самого важного благодарности Богу. Самого важного, что нужно иметь, это просто благодарность того, что Бог благ в твоей жизни. Аминь. Аллилуйя. И это очень важно. И мы на эту тему будем сегодня дальше продолжать. Что Бог положил границы, хваляя Ему, вот все, что мы делаем, словом или делом, чтобы из этого была хвала. Ты сам радовался, и ты говорил, Аллилуйя, Господь. Я вот всегда слышу, вот как сестра, вот она ходит больным в тубердиспансер. И она, Аллилуйя, благодарит Господа с радостью, представляете. Кто-то, который не понимает, вот со стороны скажет, вау, что за фанатики такие? За что тут благодарить? Там же можно заразиться, там же можно вот еще что-то. Но если у нее в сердце есть благодарность и хвала Богу, и сердце ее наполнено любовью к Богу, знаете, что она туда принесет? Бога. Аллилуйя. И все, что мы делаем, словом или делом, пусть это будет в охвалу, в славу Богу. Ты приносишь, ты расставляешь стулья, ты делаешь что-то, ты делаешь какую-то работу. Я помню, когда первый раз мне пастор доверил, или не пастор, кто-то доверил мне мыть полы в зале, в этом, в молитвенной комнате. Я мыл с радостью, благодарил Господу. У кого было так? Помните, ты моешь с радостью, говоришь, Господь, какая мне честь выпала, вау, мыть полы вот в молитвенной комнате, вот, переносить там кафедру, пастор же тут стоял, проповедовал, а ты кафедру перенес, вау, Господи, какая мне честь, что ты благодарил. Проходит время, и мы, да, уже, кафедру эту, мы уже там прошлись, там, и все, и все, забываем, потому что, да, что-то происходит не так, а знаете, что через это происходит? Дьявол ворует благодать в сердце человека, потому что человек, который благодарит Бога все во всем, он имеет, он возрастает в Божьей благодати. Я замечал братьев и сестер, думаю, ну, вроде классный брат, классная сестра, вот в церкви, все, вроде делает правильно, но что-то не так. Вы видели, вот, вроде все правильно, а вот что-то не так. Думаю, ну, в чем проблема? И ты копаешься вот в себе, думаешь, ой, наверное, что-то я, ну, а потом я понял, вау, человек потерял благодарность Богу, и он где-то должен встретиться, чтобы он опять увидел Бога, и опять заблагодарил Господа, потому что знания, все, что мы имеем, потому что все, что Бог дал, мы даже себя изменить-то не можем, вы в курсе, что мы не можем себя изменить. Это же Божья благодать в нашей жизни нас меняет, когда мы взираем на Него, когда мы верим Его Слову, доверяем Ему, и приходим к Нему, знаете, во дворы Его, не просто, знаете, так вот, как, я пришел, дверь открыл, а приходим тихонько, во дворы Его с благодарностью, и дальше с хвалою, это условие, это Бог так положил, аминь. А кто-то, знаете, кто-то за двором еще может там быть, вот за двором тоже Бога просить, Господи, помоги, Бог, помоги мне, Бог поможет, но паче, тот, кто приближается к Богу, Он изменяется, аминь, Он меняется, аллилуйя, поэтому все, что мы делаем, пусть будет в нашем сердце благодарность, аминь, аллилуйя, слава Богу. Идем дальше, Ефесянам 5 глава 18-20 стих, я не буду Библию открывать, слава Богу, что у нас есть экран, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, казалось бы, да, ограничения, вот не упивайтесь вином, там вот все, церковь приносит вот такие ограничения, вот нельзя ничего делать, одни запреты, вот просто все, что за законничество какое-то, вот нельзя ничего, мы в благодати Божьей, аллилуйя, мы в благодати Божьей, но когда мы, когда, смотрите, благодаря всегда Бога и Отца, чуть-чуть назад, назидая самих семя 18-е, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, что нужно? Исполняться Духом, не только, знаете, не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом, человек, который исполняется Духом, который благодарит Бога, который прославляет Бога, что будет дальше, смотрите, назидая самих себя псалмами, славословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И я сегодня пройдусь по всем посланиям, во всех посланиях апостол Павел говорит, благодарите Бога, благодарите Бога, благодарите Бога, потому что у человека, когда меняется фокус с Бога, с благодарностью Богу, куда-то в другую сторону, обязательно придут проблемы, обязательно придут проблемы. И мы на основании Священного Писания увидим это. Человек, который исполняется Духом Святым, он будет благодарить Бога. Аллилуйя! Поэтому, дорогие, что нам нужно? Исполняться Духом Святым. И это наше решение. Это не просто у нас есть, Бог дал нам каждому решение, мы можем делать то или другое. У нас есть решение, мы свободные люди. Аллилуйя! Мы принимаем решение. Как мы примем решение? И решение в нашей жизни, исполняться Духом или не исполняться Духом. Слава Богу! Но мы благословенная семья Божия. И сегодня я не говорю не потому, что кто-то что-то не так делает. Я говорю о том, в назидании нам, чтобы мы еще более, знаете, Библия говорит, усилились, Церковь Божия усилится и будет действовать. В чем она должна усилиться? В благодарности Богу, в хвале, приблизиться к Нему, приблизиться. Просто, знаете, есть моменты в жизни Иисуса Христа, когда мы видим, что Иисус даже молился вообще маленькими молитвами, нагрел, «Благодарю Тебя, Господи!» и накормил пять тысяч людей. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты всегда меня слышишь!» Лазарь, выйди вон! Аллилуйя! Понимаете, благодарность сердце, благодарное сердце эффективное сделает и продуктивное нашу жизнь. Мы забываем, я сегодня и себе говорю, и тебе, эффективное сделаем, потому что мы забываем порой, мы идем этим путем, как народ Божий, который вышел из египетского рабства, из-за долгого пути ходьбы, они устали, они просто устали, они вымотались, и они забыли, кого надо благодарить, они забыли, кто спас их, они забыли за рабство, они забыли, когда раступилось море, они забыли, что Бог сделал в их жизни, они забыли все, и что они начали? Роптать. За место благодарности, что приходит? Ропот. Когда нет благодарности, есть ропот, есть ропот, недовольство, ропот, а там яд, там яд, что пришел? Там змеи пришли, начали кусать, израильтя, начали жалить, они к Моисею, что происходит? Моисей, помоги, спаси, и Бог дал выход в медном змее. Аллилуйя, мы дальше будем читать об этом. Я столько написал, ой, аллилуйя, слава Богу. Первая фессалоникийцам, пятая глава, шестнадцатый, восемнадцатый стих. Аллилуйя. Всегда радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И это, знаете, это как вот, не просьба, наверное. Это, да, апостол Павел говорит, как вот, как требование какое-то. Да, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. За все благодарите, ибо это воля Божья. Во всем благодарите. В современном переводе там более так написано, во всем благодарите Бога, во всем. То есть, в твоих обстоятельствах, во всем. Это воля Божья. Человек, который перестает прославлять Бога, он выходит из воли Божьей. Может быть, хороший христианин, но не прославлять Бога, он выходит из воли Божьей. Может делать хорошие вещи, но не благодарить Бога, он выходит из воли Божьей. Может, что хорошее очень делать, Но что-то идет не так, он выходит из воли Божьей, потому что воля Божья, чтобы мы всегда, что делаем, словом или делом, благодарили Господа, чтобы мы во всем благодарили Господа, чтобы мы во всем видели Бога, чтобы мы благодарны были Ему. Аллилуйя, слава Богу, аминь. И филиппийцам 4 глава, 6 стих, филиппийцам 4, 6. Посмотрите, везде во всех посланиях апостол говорит, будьте благодарны, будьте благодарны, будьте благодарны кому? Богу, будьте благодарны. Аллилуйя. И когда у нас есть благодарность Богу, эта благодать, она дает нам жизнь на все сферы нашей жизни. Мы можем благодарить и своего мужа, и свою жену, и пастора благодарить. И всех благодарить, и будем, просто все будет в жизни, вот, класс. Аллилуйя. Смотрите, кто приходил, молился, и вот много молится, да, или бывает, мы молимся, там, и приходим к Богу, знаете, в другой раз, но я не говорю за нас. Бывает, да, что люди приходят, там, и вот, Господи, мне надо, вот, надо мне. И сумки набрали, и приходим к нему, ну, как, там, что-то приобрести. Прихом, Господь, мне это надо, это надо, вот, и это надо, и все, ну, всегда надо что-то, да. И совсем, Господи, нам надо, мне надо. И всегда, и бывает, что уходим оттуда с пустыми руками, да. И с этими пустыми сумками и назад идем. И толку туда ходить, в эту тайную комнату, толку туда, вот, это молитвы эти. Да молилась я, молилась, а где этот муж, нету его. Да молился, а где эти деньги, нету их. Да и все, было с кем. Я много, сколько, уже 20 лет я верующий, уже столько видел людей, которые приходят, вот, Господи, научатся молиться, молятся больше, чем ты. И молятся там, и колорадо, и шарабаро, и просто, и часами там барабанят, думаю, Боже мой, я так много не могу молиться. Но Бог говорит, что, смотрите, не заботясь, но всегда в молитве, прошении с чем? С благодарением, с благодарностью, чтобы мы, приходя к Богу, научились благодарить Его. Больше благодарить, чем просить. Потому что, знаете, Бог знает прежде нашего прошения, что нам надо. Вот я по своей христианской жизни, вот, честно знаю, что, вот, начнешь что-то просить, ничего не это. Просто благодаришь Господа, и говоришь, Господь, да я тебя и так люблю, славлю тебя, и спасибо тебе за твое обетование, спасибо за милость твою вообще. И все как бы нормально. Начинаешь, вот, где-то там, вот, чего-то тебе не хватает, вот, надо тебе что-то там, и вот это надо, надо. Ну, бывает, что надо, но нужно с благодарностью приходить. И это условие. Аллилуйя. Чтобы мы, уходя с молитвы, мы были наполнены Божьим присутствием. Что самое большее мы вот пели? Все, что мне надо, быть с тобой. И что ты рядом. Аллилуйя. Я сегодня утром молился, говорю, Господь, у меня песня есть такая. Я говорю, Господь, спасибо тебе за крест, спасибо тебе. Вот я прихожу, пою, думаю, правда же, ну, на самом-то деле, Господи, все, что это ж ты на Голгофе, вот, дал мне веру, упование на Бога, чтобы я уверовал, вот, тук-тук, кто там сидел, не знал, и ты мне открыл. И все, что, спасибо тебе за крест твой. Аллилуйя. И радость от Бога в сердце, и вот внутри присутствие Божье, и мир, и все, все, что тебе надо. Аллилуйя. Если Бог будет с нами, то кто против нас? И когда апостолы сидели в тюрьме, представьте они, кому позвонить, что решить, но телефонов не было. Они понимают, что это бесполезно, там ничего не решишь уже. У меня друг есть, он 9 лет служил в АТО, и когда они попали в Иловайский котел, рассказывал, и говорит, ну, он верующий был, он пастором служил, ну, потом пошел служить вот в армию, защищать свою страну, слава Богу. И когда он попал туда, говорит, в подвале, рассказывал, и говорит, я начал проповедовать людям об Иисусе Христе. Я и до этого проповедовал, и начал всем проповедовать, что люди, чтобы они покаялись, потому что мы знали, что у нас, ну, мы вряд ли с оттуда выйдем. Мало кто, ну, это чудо может, если мы с оттуда выйдем. Даже когда мы были, говорит, в окружении, просто уже, говорит, телефон прострелил, говорит, и все, чтобы ничего не осталось, просто уже были готовы. и все, что мне надо, это ты, Иисус, и петь Ему, прославлять Его. И людям начал проповедовать о Боге, когда сидел в камере этой уже, когда их в плен привезли в Донецк. И когда пришли их, ну, вот, не знаю, можно об этом говорить, и в нем узнали, что он христианин. Говорит, что ты туда пошел? Говорит, проповедуй Евангелие. И Бог его помиловал, его выпустили. И Бог его помиловал, его выпустили. Хотя он работал, ну, такую очень важную работу делал, не буду озвучивать. И Бог его, Он славил его. Он вспомнил, что Бог благ его жизни. Он вспомнил все, и Бог помиловал, Бог вывел его оттуда. И потом, когда они вспомнили, что это тот, которого они искали и расклеили по всему этому поиск, где он может быть, где находиться. А его уже нет, он уже исчез. Понимаете? И после этого он также служил и сейчас вот лежал в госпитале, лежит до сих пор, лечится. Я молюсь за него и уже все, говорю, хватит. Потому что уже... Аллилуйя. Знаете, и я хочу сказать, что Бог, Он везде благ. Он везде благ, когда мы видим Его благость и мы приходим к Нему. Мы приходим к Нему на любом месте. Аминь. Аллилуйя. Следующее местописание. Псалом 99. Псалом 99, 4 стих. Псалом 99, 4 стих. Знаете, я записал о правильном приходе в церковь. Как правильно приходить? Знаете, как... Входите во врата Его с благодарностью и во дворы Его с хвалою. Славьте Его и благословляйте Ими Его. Как входить надо? С благодарностью. Брат, как дела у тебя? Ну, бывает, знаете, вот... Ну, дела у нас, у всех бывает, что не так. Ну, у меня тоже не так, ну. Как бы хотелось. У кого все прям классно, прям все... Да, все так, все круто там. Нет. Но когда мы приходим во дворы Его, смотрите, это условие. Входите во врата Его, в калитку, да? Врата – это калитка. Входите во врата Его с благодарностью и во дворы Его с хвалой, чтобы приблизиться к Богу дальше. Первое – нужна благодарность и второе – хвала. Потому что там мы меняемся. Там мы прикасаемся ко Христу. Там... Помните, когда десять прокаженных исцелились, и один только вернулся. Вернулся и приблизился ко Христу. Что ему Иисус сказал? Вера твоя спасла тебя. Это очень важно. Потому что он в тот момент получил спасение. Он получил вечное спасение. Он не только исцелился от проказы, а получил спасение. А десять исцелилось. Она говорит, а где же остальные? Как это? Ты на племенник пришел, а те где-то не это. Потому что благодарное сердце, оно дает нам возрождение, оно дает нам перемены, дает нам возможность приближаться ко Христу. Аллилуйя! Слава Богу! Входите во врата его со словословием. Мы прочитали. Это порядок, который ты можешь записать себе. Порядок, который вечный. Он не меняется. Хоть земля изменится, это не меняется. Бог есть Бог. И Он где живет? Среди словословия и хвалы. Я говорю, хочешь, чтобы Бог жил в твоей жизни? Благодари Его. Построй Ему престол в своей жизни, хвалы и благодарности. Чтобы Он был там. Аллилуйя! Построй Ему престол, построй Ему схвалы свои, благодарности. И Он будет всегда с тобой. Аминь. Он так с нами всегда. Слава Богу! Аллилуйя! Примера десяти прокаженных. Давайте, наверное, прочитаем его. Да, думал, время у нас еще... Да, достаточно. Я думал, не хватит. Луки 17 глава с 11 по 19 стих. Как этот пример важен, да, когда вот бывает, люди приходят, вот я сколько замечал, на реабилитационный центр, да. Разве Бог не исцеляет? Исцеляет от проказы. Никакая медицина не может исцелить от наркотиков, да. Я помню, к нам приходили ребята на реабилитационный центр после трепанации черепа. Им там кусочек мозга вырезали за 10 тысяч долларов операция, помню, стоила. И они опять начинали употреблять наркотики. Не помогало. Вот. А когда приходили в реабилитационный центр, наш такой слабенький домик такой простой, то родители, когда приезжали, говорят, ой, а сколько это у вас будет стоить? Ой, что-то дорого у вас вот тут это. И я так, ну, сидел, думаю, представь, вот врачам 10 тысяч долларов дать за то, чтобы мозги ему раскурочили. И все равно он сюда пришел. Там недорого. Здесь, говорю, да он уже, гляньте, он уже работает, говорю. Он в жизни лопаты в руках не держал. А сейчас он сам ямы копает, прославляет Бога. Гляньте, какой он счастливый, как он радостный. Вот такой армянин, помню, парень. Из такой семьи зажиточной. И они вот, мне что-то это дорого у вас там. Вот это. Я думаю, ну, говорю, сколько не жалко. Вы можете дать нам, чтобы нам на отопление было. Или еще на что-то. Понимаете, когда человек не понимает, что кого самое важное благодарить? Бога. Иметь благодарность к Богу. И смотрите. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. Иисус. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Прокаженный он вообще не мог присоединяться, приблизиться к народу. Он должен был о себе говорить, что я прокаженный, я прокаженный, чтобы все знали это. А если он так не делал, его убили бы заживо, просто потому, что он туда зашел. И они кричали, да? И он, увидев их, сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Знаете, бывает в нашей жизни перемены в процессе. Одна из мыслей. В процессе, когда мы идем, мы исцеляемся. Не сразу, да, что-то происходит. Но когда мы в процессе, мы идем, и он говорит, идите. И они шли и очистились. И один же из них, видя, что исцелен, возвратился назад ко Христу и громким голосом начал прославлять. Бога пал на лицо свое и говорит, Господи, спасибо Тебе. Никто не мог в жизни мне помочь. Это, да, как пример реабилитации. Вроде десять исцелились, а один говорит, Господи, спасибо. А где те? Они пошли. Они неблагодарные. Они не поняли, кого надо благодарить. Что Бог исцеляет. Что Бог исцеляет тело. Что Бог исцеляет душу. Что Бог вечный. Аминь. Аллилуйя. И пал Ницк к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. И 17. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? И как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. И этот человек, который приблизился через свою благодарность, благодарность дает нам возможность приблизиться к Богу. Вы со мной? Благодарность дает нам возможность с прокаженного, с оттуда, прям так бегом, 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 и до Иисуса, и прям у ног Его, представляете, и прям кто-то мечтал бы попасть к ногам Иисуса Христа. Благодарный, прокаженный, он бегом, и Бог говорит, вера от тебя спасла, иди, будь благословен. Аллилуйя. И это хороший урок, дорогие, нашей жизни, чтобы мы всегда были благодарными Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Вы со мной? И есть негативная часть этой истории, да? Есть негативная часть, это 1 Коринфянам, 10 глава, да? Давайте откроем, 10 глава, 8-11 стих. 1 Коринфянам, 10 глава. Как есть благодарность, так и есть ропот. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. И не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Смотрите, что повлекло, да? Ропот. Ропот привлек все плохое. Через ропот все плохое в жизни человека начинает просыпаться, как бы. Замечали? Что как бы все плохое, все человеческое вот это, и с чем человек не в силах бороться, оно как бы восстает в полный рост. Вау, что с этим делать? У кого мудрости хватает, тот бегом пишет, Господи, Ты мне нужен, спаси меня. А кто в гордости своей зашел далеко, он начинает сам бороться, сам преодолевать какие-то свои там эти вот трудности. Но все, что надо, прийти к Богу, прийти к Нему с благодарностью, поблагодарить Его, и в жизни все исцелится. Аминь. Слава Богу. Римлянам еще не все. Римлянам 1,21. Аллилуйя. Римлянам 1,21. Но как они, познал Бога, и не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, что они не сделали? Не поблагодарили. Не благодарили Бога. Не прославили и не благодарили. И когда мы видим сегодня, да, вот, греховная, вот, человеческая, вот, вот такая кульминация, да, вот, всего такого плохого. Откуда оно происходит? Вот потому что не прославили Бога и не возблагодарили. И это быть неблагодарным, это скользкий путь. Это путь, с которого можно не возвратиться. И многие, став на этот путь, они не возвратились. Я помню, у меня девушка одна была такая высокая, помню, последний раз она зашла ко мне орехов поесть. Во дворе у меня много орехов большие такие были. И она щелкала орехи такая высокая, такая красивая, и она обиделась на реабилитационный центр, что-то не так ей было, и она пошла. И помню еще там в Дебальцево, там она стояла на трассе, и какой-то грузовик не увидел ее, просто так, пуп, и все. Печально так. Вот сразу дьявол, он тут как тут. Печально, да, и мы видим тысячи примеров, да, таких, что Бог дает всегда свой выход, Он любит, Он добрый Бог. Но есть какие-то, да, все, что мы делаем, должны делать с благодарностью Богу. Чтобы мы были благодарны. И сегодня я верю, что в этих обстоятельствах жизни мы можем иметь силу от Бога, когда мы обратим и усилимся, обратим свой взгляд на Бога. Будем благодарить Его за все. Будем славить Его. Аминь. И с чем мы сталкиваемся, какие проблемы в жизни нашей, с чем мы проблемы переживаем, да? Мы переживаем с людьми, правда же. Мы не переживаем проблемы с какими-то там, вот, апостол Павел даже не пишет, в последнее время будут у вас проблемы, там, еды у вас не будет, плохо у вас что-то будет, там. Он вообще, говорит, не это будет проблемой. С чем проблемы мы сталкиваемся, да? В чем проблема в семье, да? Или еще с чем-то? С характером, правда же. Ну, с чем-то вот, с отношением с людьми, потому что мы же, ну, живем, да, отношения с людьми, это есть фактор благословенное, да, хорошо или плохие отношения, потому что мы живем, ну, с людьми. Аллилуйя. И 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих. 2 Тимофея, смотрите, апостол Павел говорит, что знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. В чем они будут тяжкие? Потому что вот будут вот трудности вот этого старого греховного характера, вот этой старой натуры. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, неблагодарны. И дальше написано нечестивы. Неблагодарны, нечестивы, как бы в одной графе. Не может быть человек неблагодарный и святой. Вы видели неблагодарных святых людей? Я не встречал. Человек неблагодарный и сразу нечестье стоит. Человек благодарный, сразу есть святой, можно сказать, благодарный, святой, неблагодарный, нечестивый. Аминь. Так же, да? благодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра там, и предатели, наглый, напыщенный, более сластолюбивый, нежели боголюбивый, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Апостол говорит, таких удаляйся. Человек, который потерял благодать, опасный человек. Его не исправишь. Его не изменишь, потому что только Бог может исцелить. Человек, который потерял благодарность Богу, ничем ему нельзя помочь. Только Бог может ему помочь. Его можно направить. И тогда душа исцеляется. В душе приходит гармония, восстает плоды духа, восстает внутри человека новое начало Божье. И тогда что? Легко? Попробуй служить. Человеком, который не благодарит Господа. Вау! Кто-то встречался. Все не так, все плохо. Вроде умный, талантливый такой парень. Все там. И все, но что-то не так, что-то не так пошло. Боже мой, я лучше сам буду эти стулья носить. Я лучше сам буду. Но Бог говорит, что лучше научить и объяснить, что Бог благ. Аминь. И знаете, в чем же выход тогда? Да, мы сегодня посмотрели вот на это. В чем же выход? Выход есть. Выход в том, что мы должны всегда и во всем благодарить Бога находить библейское основание для благодарности. Аминь. Потому что, когда мы приходим в Дом Божий, и нам не за что, казалось бы, в жизни благодарить Господа, там пятый стих, там написано, «Ибо благ Господь и милость Его вовек и век». За что мне благодарить? Потому что благ Господь и милость Его в рот и рот. Потому что благ Бог, и Он не меняется. За что я могу благодарить? Потому что Бог вечный, и Его характер никогда не меняется. Аллилуйя. И поэтому в моей жизни, в твоей жизни, чтобы всегда было правильным, библейское основание, то есть Божье Слово, как Бог говорит, как Бог сказал в Своем Слове, как вот, и когда внутри, в сердце твоем это есть основанием, ты не поколеблешься. Аминь. Проходя свои обстоятельства, свои трудности, если ты научишься всегда взирать на Бога и благодарить Его, то Бог всегда будет с тобой. Аминь. Как евреям, еще раз, зачитаю. Потому что, получая царство, которое не может быть поколеблемо, будем благодарны. И в благодарности будем поклоняться Богу, так как Ему приятно, в почтении и страхе. Аминь. Пусть Бог благословит нас сегодня. Буду уже заканчивать, дорогие, это слово. Пусть Бог дарует нам вот еще больше быть благодарным Ему. И сегодня, да, у нас конец месяца, да, у нас мы благодарим друг друга, благодарим за то, что мы друг друга есть. Как написано в Слове Божьем, да, благодарите служителей, благодарите наставника, благодарите родных и близких. Но порой, знаете, эта благодарность, которой мы благодарны, она как бы заходит в тупик. И как бы в этой благодарности, как бы вот нет силы благодарности. Вот бывает, да, когда вот благодарность, она вот с Богом. И вот благодарность первая, я чего сегодня хотел говорить, чтобы она должна быть с Богом, а потом уже вся эта благодарность будет проистекать и к родным, и близким. Я когда без Христа был, когда Иисуса не знал, я не знал, за что благодарить мне своих родных. Вот не было мне за что их благодарить, правда. И я бы, если бы их поблагодарил, ну просто бы как-то поблагодарил, ну не знаю, если бы даже и добро бы сделал, то точно бы сделал его не с настоящего доброго сердца, и с благодарного. Но когда я принял Иисуса Христа в свое сердце и Его благодать в свою жизнь, я прям покаялся. Я говорю, Господи, какой же я был остолоп, как я не понимал. Это же Слово Твое, вот так говорит. И Слово начало мне открываться. И вы знаете, я вот в сердце моем, такая благодарность к ним, ну к родным. И порой, знаете, бывает, она уходит, это вроде формальность остается благодарностью. Но потом опять ты соприкасаешься с Духом Святым. И оно ничего, оно опять хоп, вспоминаешь, что у тебя такое сердце, любовь, а как я люблю пастора. Кто любил пастора, да, так, так любил, а потом хоп, что-то перелюбил. Ну вот что-то уже, что-то не так, пастор что-то сказал не так, да, криво где-то там, обличил или где-то там не позвонил, и все, знаете, и все где-то там. Ну, как-то вот, надо к Господу. Потому что можно и к пастору прийти, но нужно сначала к Господу, с ним решить, поблагодарить Господа за пастора, поблагодарить за каждого человека, который в жизни Бог нам послал. Я благодарен Богу за всех людей, которых Он мне посылал на протяжении моей христианской жизни. Потому что столько было людей, которые бы, ну, если бы не они, то, ну, вряд ли, что бы получилось, вот жена моя знает. Если бы не они, вот они, Бог послал этого человека. Но без Бога ты не можешь опять им быть благодарными. Только ты соприкасаешься с Господом, ты вспоминаешь всех, и говоришь, Господи, спасибо тебе из-за этого, из-за того, и вспоминаешь из-за того, из-за того, и все, и все, и готов им там и скинуть и денежку, и благословить, и все. И все, как бы, а как и с Господу не прикасаешься. Форма остается, а сути, как бы, той настоящей. Где-то подсохла. Поэтому пусть Бог дарует нам мудрость. И я знаю, что Он очень любит тебя. Он очень любит церковь свою. И Он хочет еще в церкви изливать еще больше Его благодать, любовь, исцеление. Аминь. Чтобы наши сердца еще больше прославляли Его и были благодарны Ему. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы поблагодарим Господа. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, мы славим Тебя, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя сегодня за нашу страну. Благодарим Тебя сегодня, Господь, за все, как написано, что все, что делаем словом или делом, Господь. Мы благодарим Тебя за все, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, за молитвы, что мы можем молиться. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем прикасаться к Тебе. Благодарим Тебя за все, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня Благослови пусть сердца наши Еще больше наполняются огнем благодарности тебе За твои великие драгоценные обетования За твою благость, за твою милость За твое Евангелие Божие Мы за все тебя благодарим Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь Пусть Бог благословит вас